ну чё здрасте всем привет вы на канале урал спецтранс мы с алексеем хотим вам показать для сравнения другой парм алексей говорит что он более интересный для него а как для вас ну да каждому свое ольге тот интересным показался мне этот больше интересный показался в этом чуть чуть поменьше место да но возможно возможности у него немного другие да но как говорится судить это вам вы в комментариях напишите что вам больше все таки какой понравился тот или этот а сейчас давайте подробненько и расскажем этот парм тоже на шасси урал 4320 но как вы видите кабина next она уже 2 кабин к то есть полноценно здесь можно перевозить либо бригаду рабочих сложно дал так вот открыть давай проходи с той стороны то есть соответственно либо сюда посадить просто мисс с водителем еще двух работяг сотрудников до 3 спереди 3 сзади либо водитель едет и полноценное спальное место она здесь присутствует напомним да что вот здесь вот с двух сторон это ящик под различные мелочевки поэтому все необходимые запчасти зип для кому они лежат просто вот так вот сверху чтобы было видно что они здесь есть и вход в спальный отдел это где говорят даже у иномарок нету в спальнике в этот отсек до отдельного входа с дверкой урала next есть в этом они наверно пошли даже чуть дальше слушайте это клопаю поправки после камаза закрывается легко хорошо вообще молодцы отсек рабочий да давай с него и начнем потом уже продолжим дальше здесь есть отсек рабочий то есть кунг закрытый до получается открытый отсек бортовой в котором стоят различные пару шкафчиков да и кому и я предлагаю начать именно вот с кунга в тесноте да не в обиде давай посмотрим получится знать получится не получится будем думать все как обычно все как обычно все не войдем потому что вот она уже еще немножко упирается его чтобы вытащить полностью это надо еще примерно метр выдвинуть на полтора в результате так мы не войдем но мы можем сделать немножко по хулигане вот таким вот образом и спасибо тебе что ты вот здесь вот стоишь такой удобный что с помощью тебя можно забраться вот сюда вообще лесенка вот это вот удобная да но она требует больше пространства с этой стороны она до для более стесненных условий когда просто подошел вставил лесенку это проще для этой надо порядка двух двух с половиной минут порядка двух метров все-таки чтобы ее вытащить и нормально сделать но зато вот это вот лесенка она намного устойчивее она устанавливается нижними частями получается на пол и здесь широкие удобные лесенки да по которым удобнее что-то поднять чем на той поэтому здесь вот опять же есть свои различия да здесь требуется место там его не требуется но здесь удобнее подниматься ну что вот так вот немножко по хулиганим нам эта лесенка она хорошо держит поможет ну вот что касается здесь кунга да то он относительно небольшой сделана такая ниша над кабиной под мелочевку под легкую то есть какие-то спальники еще что-то то есть что легкое туда можно закинуть принципе будет хорошо держаться люди некоторые да делают сюда еще сетку такую съемную чтобы она сюда если что не свалилась при резком старте да потому что когда тормозит она все там и останется а вот если он резко газонет старта нет да это же почти как спорткар 273 лошадиных силы ладно смех смехом но одна когда бывает так что они по буеракам лазит по тем же самым на возвышенность забирается так далее отсюда может вы свалить поэтому здесь делают сеточку или какое-то заграждение это уже сами нам сказали нет вы нам сделать вот так вот мы сами доработать что касается подсветки это в обязательном порядке в данном случае это четыре лампочки до 4 светильника здесь аварийный люк ну один из самых простых которые можно получается на проветривание поставить с обеих сторон либо открыть как запасную аварийный выход то есть это уже в зависимости от ситуации здесь есть также окошечко которая вот так вот приоткрывается для вентиляции до полностью его открыть не получится но на это не рассчитано и что касается оборудования да как я и говорил она поинтереснее чем тем что здесь также есть распределение до от генератора можно включить внешнего источника здесь я не вижу значит его скорее всего нету потому что переключение на внешний источник на это мы потом еще вокруг обойдем и посмотрим есть розеточка на внешний источник или нет здесь присутствует компрессор мощный хороший компрессор вот я не видел на него техническое задание но я видел его на как говорится здесь на стоянке и решили все-таки вам описать и вот смотрим что производительность него 950 литров в минуту то есть мощный хороший надежный компрессор который действительно вам поможет в вашей работе в ходе пневматическое оборудование к нему подключить до инструмент хоть просто что-то продукте дать в воздух куда-то в линию где нужно на месте это действительно шикарная мастерская ну посмотрим дальше шансовый инструмент он здесь также присутствует то есть пила топор лопата кувалда заземление ломик без ломика же никуда как там нет приема против лома да если нет другого лома так и здесь здесь ломик присутствует так что очень хорошо здесь присутствует розетка под сварочный выпрямитель да сам сварочный выпрямитель в d313 за ним это окошко дверь к для того чтобы туда если что провода все провести сварочные нет это не сварочные это получается для газорезовательного оборудования рукава вот они видишь то что именно шланги можно сказать да маска но самое простейшее как говорится кому надо что-то супер хорошая там хамелеон и еще какие-то на батарейках не на батарейках и так далее это у каждого там по моему разницы идет масок от 600 700 рублей и заканчивается почти нету предела хоть и золото ребята это как говорится на ваш выбор вы лучше сами себе закажите до диэлектрический коврик вот это как раз провода для сварочника и для заземления они здесь присутствуют что такое верстак верстак он здесь присутствует да здесь единственное что место немножко поменьше но опять же здесь и присутствует оборудование которое вам скорее всего необходимо будет да у кого что нужно ведь там у нас была кран балка да здесь у нас есть вообще кому причем кому здесь более грузоподъемная чем-то кран балка ну опять же это вот кому что надо действительно управление автономным воздушным обогревателем 4 киловаттный он должен быть планар планар 4d м2 до 2 розетки для того чтобы точильный станок или на точность раньше наждачные по моему называли сейчас точильный станок ну не вопрос ладно точильный станок сверлильный станок машина вертикально сверлильная она здесь присутствует и конечно же и присутствует еще кроме всего прочего и воздушного обогрева присутствует тосольный обогреватель здесь он есть это как раз таки от системы двигателя под шоссе системы охлаждения двигателя посмотрим что у нас здесь паспорта на оборудование здесь идет получается электродержатель сварочному аппарату это у нас горелка пропановая это у нас даже либо редуктор пропановый редуктор кислородный кто-то называет крокодилы да для подцепления заземления у сварочного аппарата свободные под ваши пожелания рассчитана на вашу фантазию что вам нужно на ваши потребности бачок от обогревателя при необходимости до ручки честно говоря я вот не в курсе откуда вот именно вот эти вот ручки и у удобные они он лишь с держательным совсем это нет это скорее всего закрыл да скорее всего к тому крокодилу что сюда провода и так далее то есть и проводка подключается к сварочному аппарату это ручки через них скорее всего электричество подключено провод подключается зачищается и потом вставляется вот сюда чтобы для фиксации если не ошибаюсь профессионалы скажите я просто не сварщик только так как на уровне любителя мастери мастерить я много чего да люблю тот деревом поработать то с металлом то сваркой то резко это еще чего-нибудь по-разному в зависимости от того что требуется то в саду то в доме как говорится разные потребности присутствует но так что поближе к нашему бар моды отделка здесь пластиком аккуратно отделан получается профилем вниз это вот пол сам он идет утепленный и наклеен автолин то есть резина пластиковая такое изделие на котором вот скользить вот очень сложно даже если будет вода и так далее насколько я знаю он идет масло бензостойки дубить он в принципе он сейчас задубивший но у него есть вот такое покрытие специальная да то есть мелкие вот эти пупышки и так далее которые не дают ему скользить или точнее ваши обуви на нем скользить в то время как вот примеру вот здесь куда уже гораздо легче здесь так не получится ну что что касается кунга я думаю мы закончили ну здесь мы все фиксируем она закрывается чтобы грязь туда сильно не летел вот это убираем стопор и закрываем ну а перед тем как подниматься наверх да давай все таки про манипулятор расскажем что вот манипулятор им 150 new это фактически полфингер 15500 в пятнадцатом году как новый завод построили так они вот в таком он в варианте начали его изготавливать этот манипулятор довольно удобный хороший поворачивающийся аутригеры да чтобы они не вверх смотрели точнее не вниз смотрели а вверх аккуратненько здесь сид кто говорит они расшатываются да ну стягивают их лентами соответственно чтобы они не болтались это кому как удобнее пожалуйста но зато за счет у таких вот аутригеров действительно они вот здесь не мешаются внизу удобнее хорошо в том числе для установки что касается самого манипулятора да ну каратенечко порядка 6 тонн у него грузоподъемность грузовой момент 14 300 и поэтому 150 new ну как 15 500 также это то же самое фактически 14 300 он а вылет у него порядка 8 метров это 005 большой что не да они сколько здесь 8 метров раз два три все и приехали как говорится управление все нижнее она вот присутствую до военная кнопка стопа свет здесь стоп получается ну и поднять вы все-таки крановщики они лучше знают я туда не буду суваться и рассказывать где что и как хран манипуляторной установкой рулить да это уж они пускай расскажут нам как это все делается я не из того разряда а мы хотели с тобой еще внешний источник посмотреть да вот розетки для внешнего источника я здесь не вижу это как сам электрики все не было для переключения соответственно и он так ну что идем дальше да давай перед тем как мы туда залезем наверное покажем а в принципе лолись туда зачем надо просто открыть открыть борту показать что там есть аборта тяжелый да вот из этой лесенке из-за вот этой вот лесенке чтоб спокойно подниматься помнишь когда пару лет назад на детях проверяли они на в аналогичную парам лазили проверяли удобно неудобно ты заходишь да ну так вот а здесь получается уже в ящиках расположен пропановый баллон почему лишь с уплотнением совсем полностью чтобы туда меньше грязи летела и они оставались чище все она приятно когда инструмент у тебя и прочее оборудование находится в чистоте и в порядке она у тебя и надежнее здесь кислородный баллон соответственно лишь какие наши фиксаторы делать чтобы зажимал здесь полную ну и не болталась не прибежала не гремел у нас вот эту технологию почти на всех уже ящиках используя запасное колесо она туда если кто-то вдруг спросит как его сюда затаскивать ребят кран манипулятор вам в помощь не надо на себе ничего поднимать кран манипулятор вам поможет он даже получается за счет того что здесь есть кран манипулятор и у него есть аутриггеры также можете к примеру на задней тележке если что вместо домкратов использовать иногда время от времени его посмотри здесь также присутствует вырез до в полу ну это отсек для того чтобы обслуживать генератор ручка не зачем так ты вот болты откручиваешь все и потом поднимешь спокойно кто мешает там-то на ручках было удобно болты открутил за ручку взял поднял а ну каждому свою это вот ну вот у нас в каждом парме вот здесь вот присутствует место почему потому что даже если не герон генератор но все равно есть необходимость сверху подлезть на шасси чтобы вам кунг не снимать вывод здесь вот и как говорится используйте его и места крепления груза самые простые до чтобы если что его зафиксировать и он здесь у вас по кузову не гулял туда-сюда а вот с этой стороны смотри лесенка проще подножка до от забираться когда лесенки растяжку надо большую я конечно не знаю ольги как у меня бы не хватило наверное и и вот этот автомобиль мне кажется более интересный но есть одно но вот это вот автомобили вместе с такой камушкой надо стоять на учет это кому с грузоподъемностью до тонны до тонны до там и получается уже водитель он так крановщик не крановщик а здесь это уже полноценный водитель экрана крановой установки то есть это уже крановщик подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии мы есть в инстаграм телеграм яндекс дзен в инстаграма есть есть да ладно нас там наверное уже нету мы в телеграме мы есть в дзене мы есть во многих каналах смотрите нас и в комментариях пишите что вам интересно посмотреть глядишь мы все-таки найдем эту технику и покажем вам расскажем пока всего доброго